Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу говорить о некоторых противоречиях Библии. Вот они кажутся противоречиями. Я прочитаю несколько мест из Писания, от Марка 8, глава 35 стих. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня? И Евангелие тот сбережет ее. Потеряешь душу ради Евангелия? Спасешь ее. Сбережешь ее? Не встанешь на сторону Христа? Потеряешь ее. Или другое место, 2 Коринфянам 12, глава 10 стих. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Так сказал апостол Павел. Когда я немощен, тогда силен. Когда живешь как христианин, то можно вот стопроцентно сказать, да, это так. Когда я себя чувствую, вот я не смогу пройти этот путь, мне кажется, мне ни знаний не хватит, ни силы. И вдруг Господь дает такую помощь и так помогает. Ты думаешь, откуда открываются двери? А в другой раз скажется, я это все могу сделать, и все как бы просто, и вдруг закрываются двери. Так ты себя вот поставил, что ты все можешь, и в этот момент закрываются двери. Да, когда я немощен, тогда я силен. Или смотрите, Евангелие от Иоанна 15, глава 5 стих. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете сделать ничего. Без Иисуса мы не можем. Вы посмотрите, сколько людей сами творят свою судьбу, сами все могут делать. И в конце концов они, так сказать, останутся без него, без Иисуса. И как мы полагаемся, когда на Иисуса? И говорим, Господи помоги, Он нам помогает. Не очень дорогое и другое место, где сказано, допустим, послание Петра, первое послание Петра, 5 стих. Пятая глава, 5 стих. Также младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот так вот в церкви, где верующие между собой, они друг другу повинуются. Он видит в другом человека, который выше, и он сам, и просто повиновается, или старается не противоречить жить так, чтобы вот каждый другому повиновался. Мы были здесь в таком пасхальном парке в Штутгарте, Остопарк, такой интересный парк сделали, и там, так сказать, верующие люди из многих-многих церквей, они, так сказать, объединились и создали вот такой парк, в котором ты идешь и представляешь, как было во время Пасхи. Да, проходишь, как тот рынок был, животное того времени, и вот потом заходишь в то помещение, где Иисус. Да, человек оделся, как Иисус, и вот он приглашает нас сюда, говорит, и потом одно выбивает с группы и садится, начинает ему мыть ноги. Но это было настолько необычно, во всяком случае, никто из нас не ожидал это увидеть. И мне некто говорит, потом он с церкви, долго лет был в церкви, с детства все знает, в их церкви никогда не практиковалось омовение ног. И он, когда вот это все увидел, он, говорит, он заплакал и пришел, потом говорит, вот сам царь царей, Господь господствующий склоняется и моет ноги, вот просто человеку. Для него это было настолько, настолько удивительно. Казалось бы, читаешь писание, так часто это место, а первый раз он так склонился и говорит, я бы не смог. И вот ты сам себя унижаешь, как Иисус говорит, уничижил сам себя, филиппийцам так стоит, а Бог его возвышает. Ты подчиняешься другому, да, речь идет, конечно, о разумном подчинении, я не знаю, глупое подчинение всему и всея, а вот так вот, так сказать, ты видишь, ты хочешь служить, ты помогаешь, ты уступаешь, и другой уступает тебе, и вы вместе, вы вместе побеждаете. Казалось бы, оба проигрывают, потому что только подчиняются, а на самом деле выигрывают. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А к Луке, 14 глава, 11 стих сказано, ибо всякий, возглашающий сам себя, униже будет, а унижающий сам себя возвысится. Вот так делал Иисус. Он, так сказать, себя унизил, он был на небесах, и он пришел на землю, стал человеком по образу, по подобию стал как человек, и принял на себя, так сказать, все, что любой человек может принять, и в конце концов еще смерть, и не просто смерть, а смерть крестная. Он сам выбрал этот путь. Поэтому он спас многих. И вот когда нам кажутся такие противоречия в Библии, то они не противоречия, а на самом деле вот так происходит. Действительно, тот, кто влюблен в себя, в свою жизнь, только о себе заботится, для себя, так сказать, мы видим, что он в конце концов проигрывает. А те, которые люди расточают себя, помогают другим, все свободное время, так сказать, посвящают другим людям, мы видим, они обогащаются, они необыкновенно богатые люди, и они в вечности будут с Иисусом. Слава Богу!